доброго времени с вами как обычно видогор и сегодня я хотел бы поговорить о совместимости на уровне вихре исток ссылку как всегда можно посмотреть будет на эту статью в описании к этому видео любовь на основе полового влечения в наше время чаще всего сближение молодых людей происходит на уровне нижнего психического центра нижнего вихря то есть основывается на половом влечении идею гармонии на уровне нижнего центра исповедует в наше время большинство людей считая что любовь сводится к половым отношениям совместимость такого плана основана на вожделении этот вид совместимости имеет место в отношении практически всех молодых людей юноша и девушка достигшие полового половой зрелости естественным образом притягиваются друг другу и им кажется что это и есть та самая любовь если человек строит отношения на нижнем центре то он особо не различает характера человека его наклонности восприятия жизни стремясь насладиться телом противоположного пола это тоже любовь молодые люди чувствуют что щемит сердце они поют и слушают соответствующие песни я тебя люблю я тебя разлюблю мы с тобой поссорились мы с тобой помирились давай пойдем с тобой куда-нибудь и так далее тема таких песен желание наслаждаться воспользовавшись телом другого человека причем часто отмечается что молодому человеку не интересно что по этому поводу думает сама девушка для нее главное чтобы она для него главное чтобы она его наслаждала его устраивает любовь на нижнем центре все знают что это за любовь конечно же эти отношения на нижних центрах необходимо в семье но если придавать этому первостепенное значение то вот что из этого может получиться нижний центр связан с деятельностью планеты марс поэтому инициатором любви на этом уровне как правило является мужчина выбор женщины здесь играет больше второстепенную роль поскольку речь идет не столько о замужестве сколько о постельных отношениях некоторые люди считают что именно любовь такого типа является самой лучшей самый возвышенный в результате такого настроя они ищут партнеров с которыми и совместимость по марсу максимально совместимость по марсу предполагает телесную совместимость выбор на основе красоты тела фигуры такое восприятие любви настраивает человека на телесное понимание счастья в этом случае юноша даже в глаза девушки не смотрит обращая внимание только на ее тело человек настраивается именно в этом ракурсе полагая что этим понятия любви и ограничивается это не любовь а влюбленность это вещи совершенно противоположным если гармония возникает на более высоком центре то деятельность нижнего центра отступает на задний план когда между юношей и девушка возникает дружба гармония более высоких центров они зачастую стесняются иметь какие-то отношения на уровне низменных инстинктов гармония на более высоком центре немедленно вызывает нейтрализацию низменных инстинктов поэтому когда человек ищет себе партнера на уровне нижнего центра то он отвергает более высокие виды отношений чувствуя что они не соответствуют его представлением о любви в результате люди находят друг друга только нас на на основе гармонии нижних центров и при этом гармония на более высоких центрах отсутствует соответствие с ведическим знанием если человек строит свои отношения исключительно на гармонии нижних центров то со временем они истощаются любовные отношения такого низменного плана между мужчиной и женщиной постепенно тают они начинают обвинять друг друга или сомневаться в своих способностях и силах бегают к врача говорят вот прошла любовь пропала не знаю что делать может какие-то таблетки попить оказывается что это естественный процесс любое материальное наслаждение пресыщает можно взять какую-нибудь самую вкусную пищу например торт поешьте его две недели подряд и он вам очень сильно надоест во всем могут быть исключением однако большинство людей чувствует определенную усталость особенно в половых отношениях и по этому поводу написано много книг брак брак он всегда брак базируется исключительно на сексуальных отношениях в ведической культуре рассматривается как самый неблагоприятный в таком браке в течение шести месяцев будут сохраняться теплые отношения а потом начнется их угасание примерно через два-три года возникнут проблемы если отношения строится только на уровне гармонии по нижнему центру то лет через семь хорошие отношения естественным образом разрушатся эти два человека станут чужими друг другу и это закономерности вы можете проследить это или на собственном опыте или на примере друзей и знакомых астрологически если есть гармония на уровне так какого-то центра то она останется на всю жизнь а если ее нет то она никогда и не появится несовместимость будет в этом случае всю жизнь то есть если есть совместимость только по нижнему центру то в этом случае очень мало надежды что что-то изменится к лучшему интересно отметить что при наличии мотива сближения на нижнем центре мужчина и женщина чувствует полную гармонию эти ощущения временно вполне реальны мужчина в это время становится как бы святым ведет себя очень учтиво благородно смело во всем уступает любимый при этом совершенно не проявляя своих обычных качеств характера точно также ведет себя девушка она скромна смиренно послушно всегда соглашается никогда не перечит позже когда эта энергия нижних центров постепенно иссякает партнеры начинают видеть друг друга по-другому с глаз впадает пелена проявляются не самые лучшие качества характера и появляются проблемы в отношениях становится очевидным что кроме этого вида любви есть еще что-то в жизни и даже решая какие-то бытовые вопросы получается так что с близким человеком и поговорить то даже не о чем первый вариант вступление в брак молодые люди имеют только один мотив доставить удовольствие нижним центром часто они не собираются вступать брак и только случай заставляет это их сделать им просто хочется наслаждаться сексом но жизнь одним этим не ограничивается существуют другие интересы которые являются не менее значимыми для человека кроме того постепенно половое влечение близкому человеку снижается особенно если вести чрезмерно активную половую жизнь таких семьях неизбежность раздоры так как теряет значение единственный мотив существования такой семьи когда люди вступают брак исключительно на основе полового влечения постепенно обнаруживается что у них нет ничего общего им трудно вместе провести свободное время потому что совместимость даже на основе праны отсутствует такой семейной паре не интересно вместе отдыхать заниматься спортом даже гулять с друг другом они не испытывают счастья от общения когда один радуется другой равнодушен или страдает один супруг чувствует склонность к одному виду время препровождения другому явится другое не говоря о том что они имеют разные черты характера и взгляда на жизнь многие молодые люди строят ныне отношения именно на основе полового влечения через пять шесть месяцев совместной жизни в такой семье начинает проявляется взаимная неприязнь через несколько лет наступает критический период у супругов полюбивших на основе нижних центров возникает столь сильное отвращение друг другу что они уже просто не в силах совместно жить естественная развязка таких отношений развод половое влечение присутствует во всех типах отношений между супругами но оно не должно быть основным мотивом вступления в брак второй вариант вступление брак девушка стремится избавиться от одиночеством пользуясь тем что молодой человек привлеченный на сексуальной почве так часто поступают молодые женщины присытившие одиночеством или разгульной жизни уже имевшие отношения со многими мужчинами и не придающие сексу большого значения когда встречается молодой человек который чувствует влечение и некоторое подобие любви такая девушка пользуется случаем женщина по своей природе не переносит длительного одиночества и всегда питает тайное или явное желание выйти наконец замуж и жить семейной жизнью попавший в сеть молодой человек вскоре начинает понимать что к чему и чувствует что ничего общего у него с этой девушкой нет в таком браке нет удовлетворения даже от половых отношений даже совместимость на нижних центрах неполная поэтому супруги всегда будут жить как чужие третий вариант люди вступают брак как друзья по несчастью то есть у них нет полового влечения друг другу также как и никакого другого вида совместимости им хочется связать с кем-то свою жизнь но так как они уже растратили свою половую энергию у них нет особого интереса к противоположному полу такие люди чувствуют себя несчастными и хотят жить с кем-то рядом как правило мужчина начинает страдать от одиночества после 35 лет ему не хочется больше быть одному у женщин этот период наступает раньше где-то после 30 лет они вступают в брак из-за чувства одиночества и с целью помочь друг другу в жизни отвращение или неприязни между супругами может и не возникнуть но и радости от совместной жизни тоже не будет мы видим что на основе нижнего центра отношения строится не совсем удачно однако есть люди если у людей доминирует сексуальная привязанность и их ничего кроме животной жизни не интересует то такой брак тоже может сложиться более-менее удачно как у животных животные строят свои отношения только на нижних центрах правда животные ссорятся между собой меньше чем люди хотя говорят ловится как собаки в действительности же собаки в семейной жизни ссориться не так сильно как люди людям нужно гораздо больше от жизни чем собакам поэтому лучше строить свои взаимоотношения на более глубокой основе и изучать как это делать если вам понравилась эта статья то лайкайте подписывайтесь на канал и ждем вас на консультацию если у вас есть какие-то проблемы или вопросы благодарю